Акционерное общество мясопродукты расширяет свои возможности. Сейчас предприятие работает над созданием собственных торговых точек за пределами Ненецкого округа. В первую очередь речь идет об открытии магазинов в тех регионах, с которыми округа налажено регулярное авиационное сообщение. Наша съемочная группа побывала на производстве, проследив путь изготовления продукции от мяса оленя до готовой колбасы. Подробности в материале Ольги Руссу. Путь от оленины к колбасе, продукция мясокомбината на 60% состоит именно из этого сырья. Остальные 40% говядина и свинина начинаются в этом цехе. Это сырьевое отделение колбасного цеха. Процесс начинается с дефростации сырья. Вот это отделение, дефростер, где сырье, поскольку мы работаем на замороженном сырье, его необходимо для дальнейшей переработки, чтобы оно оттаяло. Здесь в паровоздушной среде в течение 8 часов оттаивает на подвесных путях оленина или говядина и свинина. Дальше сырье отправляется на стол к обвальщикам и жиловщицам. Мясо срезают с кости, а затем сортируют по категориям для дальнейшей переработки на копчености и полуфабрикаты. А это машинное отделение колбасного цеха. Здесь, согласно технологии, готовят колбасы разных сортов на любой вкус. Нельзя сделать колбасу из одного мяса. Вот если взять и одно мясо просто наполнить оболочку, вот, 100% мяса, и сварить, то это будет рыхлая серая масса. Не делают. С момента изобретения колбасы, я уже не знаю, сколько, 300 лет назад были, или, может быть, раньше изобретены даже колбасы. Вот. С самого момента их изготовления, там обязательно добавляются пищевые различные ингредиенты, которые разрешены. По словам технологов предприятия, все добавки, разрешенные при производстве продукции, на мясокомбинате используют весьма ограниченно. А некоторые исключают вовсе, как, например, глютамат натрия. В тех количествах, которые добавляется нитрит натрия, он абсолютно безвреден для организма. Добавляется в небольших количествах фосфаты. Это тоже пищевое. Они необходимы для того, чтобы, допустим, вареные колбасы не стали рыхлыми, потому что при изготовлении вареных колбас обязательно добавляется вода, чтобы колбаса была сочная, а не сухая. Вот. И эту сочность именно обеспечивает добавление фосфатов. Вот. Ну, все пищевые добавки, они регламентированы к использованию. Еще об одной добавке, которая будоражит потребителей мясной продукции – соевом белке. Технологи утверждают, ее используют со времен СССР. Ограничена и не во всех сортах колбасы. Именно очищенный соевый белок, он используется в небольших количествах, точно по рецептуре. Взамен одного трех процентов мяса добавляется. Ну, на сто килограмм добавляется один килограмм, три. В некоторых колбасах там четыре процента или пять. Именно в тех колбасах, где он предусмотрен рецептурой. Побывав на производстве, нельзя было не узнать секрет любимых всеми детьми региона сосисок в Нудяка. Кстати, они являются собственной разработкой мясокомбината, как и еще 40 различных наименований продукции. Сосиски Нудяка, которые раньше назывались «малютка», состав тоже самый. Вот, там нет суевого белка. Вот, мясо, значит, оленина, свинина и, ну, в небольшом количестве специи. Вот, и еще там мука добавляется. Ну, в колбасах вообще, вареные колбасы, даже в Госсовске, есть по рецепту, там один-два килограмма муки, допустим, в некоторых добавляется. И вот туда добавляется мука. И все. Акционерное общество планирует завоевать потребителя в Архангельские области. В планах открытие фирменных магазинов в Санкт-Петербурге, Кирове и Челябинске. Здесь, на месте, в городе, мы еще открываем один магазин, буквально на днях мы его откроем. Второе, в Санкт-Петербурге совместно с другими регионами Северо-Западного федерального округа открываем торговый дом, где будет представлен наш салон. Сбыт продукции за пределы Ненецкого округа не создаст дефицита на местном рынке. Напротив, приведет к потребности наращивать поголовье оленей в хозяйствах округа. Здесь у нас для того, чтобы увеличить объем товарного производства, есть внутренние проблемы, эти внутренние, технического характера. Они решаются нормально. Отделение дефлостерное мы сможем уплотнить. И если у нас это все позволяло принимать и обрабатывать в сутки до 5 тонн, то мы его должны нарасти до 7 тонн. В этом тоже необходимость есть. Для того, чтобы мы смогли увеличить объем товарного производства на следующий год на 25-30%. А к этому идти надо. До конца этого года мясопродукты откроют еще одну торговую точку в Нарьинмаре. Она будет расположена в новом микрорайоне авиаторов. Сейчас ведется подготовка помещений для открытия фирменного магазина.